Кавказская свадьба Это не просто большое приключение Это уже настоящий бренд Который известен далеко за пределами южных республик А вот для семей брачующихся Свадьба очень ответственное мероприятие Ведь народы Карачаева-Черкесии До сих пор строго придерживаются Обычаев предков И день бракосочетания включает в себя Множество ритуалов Которые непременно нужно соблюсти Это программа Республика Традиции И сегодня мы поговорим о свадебных традициях С обычаями на Кавказских свадьбах Все очень строго Вообще традиционная свадьба народов Карачаева-Черкесии Это цельная конструкция В которой тесно переплетены сотни ритуалов Случайному человеку может показаться Что они бессвязны и даже пусты Мол, действия ради действия Но наши предки вкладывали В каждый обычай глубокий смысл Представители народов нашей республики Сегодня прикладывают огромные усилия Для того, чтобы сохранить и передать Следующим поколениям мудрость И глубину древних традиций Не исключение и черкесское сообщество Представители которого показали нам все вековые символы Одному из главных свадебных ритуалов Ввода молодой невестки в дом мужа Когда я говорила, что на черкесской свадьбе Регионитировано буквально каждое движение участников торжества Я вовсе не шутила За этим строго следят старейшины Но всеобщее внимание в этот день Конечно же приковано к молодой невестке Поэтому старшее поколение Пристально следит, чтобы она Вела себя согласно черкесских этических правил Вместе с тем, множество обрядов направлено и на то Чтобы защитить ее от недоброго или дурного глаза Однако проведение всех положенных ритуалов Требует предварительной подготовки Вот и я решила помочь Приготовить подарки для участников адыга джебу Адыгских игрищ и танцев В былые времена подарки были ручной работы Задолго до свадьбы специально для гостей Изготавливали ножи, кесеты и платки С их родовой символикой Тамгой Сегодня же все намного проще Подарки можно просто купить Одаривает танцующих аж-жарафа Ряженный в маске козла С древних времен это животное считается у адыгов священным И символизирует плодородие С улицы слышна музыка Кажется, нашу невесту уже везут Пойдемте посмотрим Играй гармонии Играй гармонии Играй гармонии Приветствуем вас с самыми красивыми и искренними пожеланиями Пусть этот род, во дворе которого происходит прекрасное торжество Процветает Пусть он существует вечно Пусть он пустит корни далеко и крепко Наши старшие обращаемся к вам Мы просим вашего разрешения ввести в этот род Наипрекраснейшую девушку Дорогая наша молодежь, на которую мы возлагаем надежды Молодежь, кому принадлежит будущее нашего народа Желаем, чтобы этот мир вас постоянно радовал Вы еще не доехали до нас А мы уже знали о ваших хороших новостях О том, что вы везете к нам прекрасную невестку Пусть ваш приезд станет радостным и долгим Разрешаем везти в дом молодую невесту Для тех, кто проводил невестку, приготовлены специальные угощения Это мясо животного, которого принесли в жертву в честь невестки Баксэма, национальный слабоалкогольный напиток И, конечно же, черкесская халюа Итак, разрешение получено Давайте, наконец, полюбуемся невестой Да, интересная невеста, не находите? Помните, в начале выпуска я говорила, что на свадьбе невесту стараются защитить от излишнего внимания и дурного глаза? Так вот, эта кукла и призвана принять основной удар на себя Это девушка, которая сделана из ореховой скорлупы Пусть наша невестка, которая сегодня переступает порог этого дома Станет такой же стойкой, как орех Пусть она создаст такую же крепкую семью, как этот орех Дай Бог! Перед тем, как ввести в дом невестку, мы ввели во двор эту ореховую девушку Потому что мы боимся, что столько людей, которые собрались на это торжество, могут сглазить нашу красавицу-невесту Пусть весь негатив и злой глаз заберет и примет на себя эта ореховая девушка Поэтому мы сначала ввели во двор крепкую ореховую девушку Кукла эта неспроста сделана из ореховой скорлупы Орех у адыгов является символом стойкости, плодородия и мудрости А это именно те качества, которыми должна обладать каждая черкесская сноха Теперь наступило время еще одного интересного и даже необычного ритуала Провожатые невесты принесли с собой отрез ткани с томгой ее рода Это красное полотно является символом чистоты и невинности невесты Итак, уважаемые наши старшие, этот свадебный отрез нам передали со стороны невесты Поэтому наши старшие просим вас принять решение по нему Давайте девушки, те, которые собираются выходить замуж, которые в будущем планируют семью, подходите к нам Сейчас мы разрежем этот флаг на маленькие кусочки И каждая пусть возьмет по лоскутку Подходите Лоскуты разбирают девушки на выдание Для них это символ скорого, удачного и счастливого замужества А чтобы все сбылось, обязательно надо носить лоскуты при себе Но есть у этих отрезов и другое, более глубокое и дальновидное значение Остаток флага с томгой пусть хранится в вашей семье Пусть представитель этого рода заберет этот отрез Пусть невеста пустит глубокие корни в вашем роду Пусть эти кусочки, которые были отрезаны из этого материала, разлетятся в самые далекие уголки земли Если вдруг невеста немного расстроится, повздорит с мужем и захочет уйти Пока эти кусочки, которые были разобраны по разным уголкам, не соберут воедино Она должна понять, что домой ее путь закрыт Пусть ваша невеста станет для вас олицетворением добра и благополучия Дай Бог! Какая же эта мудрая традиция, направленная на сохранение брака Ведь пока сноха будет пытаться собрать воедино свой свадебный отрез, она непременно остынет Первая злость пройдет, а значит и в семье воцарятся мир и согласие Думаю, введение такого обычая на государственном уровне сохранило бы немало браков Вы, наверное, думаете, уже половина выпуска прошла, а мы еще даже не видели невесту Справедливо, сейчас все исправим, она уже здесь В честь ввести новую сноху во двор удостаиваются молодые невестки рода жениха Которые уже познали счастье материнства или находятся на сносях Вообще, доверять важной миссии при создании молодой семьи Счастливым в браке и материнстве женщинам Типичное для народов Карачаева-Черкесии явление Считается, что их благополучие явится залогом счастья молодой семьи Одна из старших женщин рода жениха осыпает невесту пшеном, сладостями и монетами Что символизирует изобилие, достаток и многодетность Теперь настало время старшим оценить скромность и воспитание молодой снохи Пусть эта девушка принесет радость в дом Пусть она ладится всеми членами семьи Чтобы она не забывала свои обычаи и традиции Получая постоянно благодарность там, где она находится Пусть всегда будет успех Пусть ее каждое движение, каждое дело Будет во благо адыгскому народу И пусть она живет в этом роду вечно и прославляет его Дай Бог! Уважаемые старейшины, начинаем наш адыга-джегу Хабзе не с нас начиналось и на нас не закончится Девушки, становитесь слева от меня, а парни справа Играй гармонь! Девушки, становитесь слева от меня, а парни справа Играй гармонь! Человек, который руководит адыгской свадьбой Хатьяко Он дает разрешение начать тот или иной ритуал Контролирует соблюдение и правильное исполнение свадебных обычаев Следит, чтобы поведение брачующихся и гостей Соответствовало адыга-хабзе Своду неписанных этических правил, обязательных для каждого черкеса Субтитры создавал DimaTorzok Вот и пригодились подарки, которые мы подготовили для участников адыга-джегу Каждый может выбрать презент по душе Всеобщее внимание на черкесской свадьбе приковано к невесте Родственники жениха наблюдают за каждым движением и взглядом нового члена семьи Ведь все это может многое рассказать о воспитании и нраве молодой снохи А для того, чтобы раскрыть скрытые черты характера, невесте устраивают испытания Итак, уважаемые старшие, как вы понимаете, наша невестка пришла из другого рода Прошла долгий путь Она многим понравилась Так что мы должны сделать, чтобы ее уста были нежными и ласковыми? Чтобы речи ее были сладкими, как вы думаете, наши старейшины? Мы должны ее уста намазать медом У меня к тебе один вопрос Представь себе, ты сейчас намажешь медом уста нашей молодой невесты А вдруг она возьмет и облизнет мед? Как думаешь, она сделает это? Она этого не сделает Я тебе не могу верить на слово А давай посмотрим Играй гармонь! Аааа, она облизала губы! Нет, 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 она не облизнула Считается, что если девушка стойко терпит липкую и приторную массу на губах Не вытирает и не облизывает губы То семье повезло В нее вошла сдержанная и терпеливая сноха Однако этим обрядом проверяют не только терпение невесты Это еще и своего рода пожелание Чтобы из ее уст раздавались только сладкие и приятные речи Ну как тебе наша невеста? Она очень терпеливая Пусть Всевышний благословит ее Пусть девушка, ступившая правой ногой в этот двор, принесет счастье Вот мы и подошли вплотную к самому главному свадебному ритуалу Вводу невесты в дом жениха Первый свой шаг в новый дом Черкесская невестка должна ступить правой ногой Вообще у адыгов принято все важные действия Совершать правой стороной Пусть ее шаг станет радостным для этого рода Дай Бог Пусть она станет старше этого рода Кому будут приезжать за советом Дай Бог А теперь старейшины наши Разрешите нам ввести в дом молодую невестку Играй гармонию Играй гармонию Перед невестой расстилают шкуру животного Которого принесли в жертву в честь нее Это простое на первый взгляд действие имеет много скрытых смыслов Таким образом ей желают, чтобы дорога ее по жизни всегда была мягкой и легкой Чтобы в доме ее всегда были достаток и благополучие Чтобы у нее родились здоровые и крепкие дети На пороге нового дома и новой жизни невестку также осыпают крупой и монетами О значении этого обычая вы уже знаете А теперь настало время подарков Какая же свадьба Тем более на Кавказе Обходится без этого приятного момента Все мы живем по законам Хабза И сейчас я хочу вручить нашим уважаемым старейшинам Нашим дорогим гостям этот символ сегодняшнего дня Чтобы не забывали этот праздник Этот ваш подарок мы будем хранить в нашей семье Как память об этом торжестве Да благословит нас всех Всевышний Достался подарок и мне Теперь у меня есть черкесская шапочка с национальным орнаментом Сегодня в быстро развивающемся обществе Мы не всегда успеваем за прогрессом, модой или событиями И в этой постоянной погоне за современностью Мы порой забываем о традициях, ритуалах или обычаях семьи Которые, кажется, тянут нас в прошлое Но ведь это не так Помните, без прошлого нет настоящего и тем более будущего И в Карачаево-Черкесии об этом точно знают Стараясь сохранить многовековые традиции народов А в них нет ничего сложного Лишь простые, понятные истины Как уважение к старшим, забота, любовь и достоинство Но именно в этой простоте и скрыта душа всего Кавказа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова